Девушки отдыхают Национальный белорусский колорит во всей красе можно было увидеть на выставке-ярмарке «Весна» в Гомеле-2015, которая состоялась в рамках 12-го Гомельского международного экономического форума. В этом году свыше 500 человек из 23 стран мира проявили свой интерес к Гомельскому региону. Это представители деловых кругов и официальные лица, бизнесмены и дипломаты. К тому же многих из присутствующих объединяет не только экономика, но и историческое прошлое. Мы рады этой встрече. Первый раз на этой Гомельской земле. Земля плодородная. К тому же у нас 70-летие окончания Великой Отечественной войны. За такую землю наши предки должны были воевать. И мы рады, что они защитили эту землю. Среди причин, по которым едут в Гомель зарубежные гости, прежде всего называют выгодное геополитическое расположение в транспортной цепи из Европы в Россию. Это делает привлекательным наш регион для любых инвестиционных проектов, ориентированных на внешние рынки. Поэтому главным внешнеэкономическим партнером области по-прежнему остается Российская Федерация, на долю которой приходится порядка 54% внешней торговли. Роль этого форума, конечно, это привлечение инвестиций. Ну, не только инвестиций, но и взаимоотношения с нашими партнерами и соседями. Поэтому у нас особые сегодня отношения с Бранской областью. Мы всегда их поддерживаем. Не только в гуманитарных направлениях, но и в экономических. Вы, наверное, знаете, имеется предприятие на Бранской территории, Гомсельмаш, совместное предприятие, которое сегодня дает хорошие результаты и показывает, как взаимодействуют регионы. Поэтому я думаю, что то, что мы еще не достигли, перспективы у нас хорошие. И я думаю, что потенциал и возможности будут расти с каждым годом. Присутствовавший на экономическом форуме временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области в свою очередь напомнил, что с Гомельской областью в 1999 году подписан договор о приграничном сотрудничестве, где определены все сферы взаимодействия между регионами. Если мы возьмем 5 лет назад, то товарооборот между Республикой Беларусь и Брянской областью составлял 400 миллионов долларов США. По прошлому году этот товарооборот составил 807 миллионов долларов США. А товарооборот между Брянской областью и Гомельской областью составляет 307 миллионов долларов США. Экономический форум, как главное деловое событие Гомельской области, предоставляет возможность донести до широкой аудитории информацию об экономическом потенциале региона. Тем более, что гомельчанам есть что продемонстрировать гостям. Экспозицию посетило руководство области, вице-премьер, губернатор Брянской области. С Брянской областью мы сотрудничаем очень тесно, имеем там свое совместное предприятие. Экономическая и политическая стабильность, экспортоориентированные предприятия – все это помогает наводить мосты в плане делового сотрудничества. Поэтому на форуме можно было увидеть самые разные инвестиционные предложения, что называется «На любой вкус». Сегодня мы хотим немножко поменять впечатление о нашем предприятии, что мы занимаемся не только овощной продукцией. Мы сегодня широко представляем нашу переработку по баранине. Мы, наверное, единственные, самые крупные производители баранины в Гомельской области. Аналитики отмечали – популярность форума неуклонно растет, расширяется география его участников. А потенциальные инвесторы все чаще проявляют интерес к регионам Гомельской области. В Добруши планируется создать мини-ГЭС, гидроэлектростанцию на реке Ипуть. В Рогачеве интересное производство, расширяет свой бизнес наш давний партнер украинский, группа компаний «Плазматек». Изделия из натурального камня будут делать. Это полноценная будет архитектурная система. В Мозырском районе интересное подписание будет. Украинский инвестор, металлургическая компания, серьезным опытом, серьезным капиталом. Начинает прощупывать возможности географической диверсификации. Будет металлообрабатывающее производство создавать в Мозыре. Всего 129 проектов было предложено в этом году гостям форума по самым разным направлениям и отраслям. Многие предприятия стараются заполнить свободные, ранее невостребованные ниши. Одна из них – это развитие придорожного сервиса в Гомельской области. Мы находимся на трассе Брянск-Брест и Житомир-Минск. На перекрестке этих дорог мы планируем и уже сделали всю необходимую документацию строительства придорожного сервиса. Он включает в себя СТО по большегрузным машинам, по полуприцепам. Также гостиница на 70 мест и кафе на 100 мест. И магазин по продаже автозапчастей. Также там будет алтомойка, шиномонтаж. Все это необходимо для обслуживания проходящего транспорта. Отходы в доходы. Так коротко можно обозначить экономный и энергосберегающий проект, который представила на форум Кубспецкоммунтранс. Это производство изделий из отходов. Предприятие с 2008 года выпускает люки, кольца канализационные, дождеприемники, плитку, бордюры, которые изготавливаются из песка и полимеров. Полимеры представлены отходами, которые мы выбрасываем в процессе своей жизнедеятельности. Пакеты где-то, игрушки пластиковые. Они все перерабатываются в исходное сырье для подготовки изделия. Наполнитель. Раньше использовался песок речной. Сегодня мы используем отходы производства. Это отходы литейного производства, центролита, жженый песок. И получается у нас изделие практически полностью из отходов. Среди экспонатов выставки также можно увидеть предложения как от государственных предприятий, так и от частных компаний. Так белорусская компания Synergy.com вложила колоссальные ресурсы в разработку инновационных решений, которые позволяют создать принципиально новый уникальный проект по переработке органических отходов. Не только в республике, скажу, и по всему бывшему постсоветскому пространству это не удавалось никому. Более того, к сожалению или к счастью, мы аналогов не нашли даже и за рубежом. Экономия, естественно, абсолютно прямая. Мы экономим на экологических расходах. Каждый участник форума старался удивить новыми предложениями, нестандартным решением проблем. Социально-экономический проект представил лицей при Гомельском инженерном институте МЧС Беларуси. Это инновационно-образовательный центр о безопасной жизнедеятельности. Мы модулируем порядка 7-8 чрезвычайных ситуаций, где дети получают те бесценные практические навыки, как выйти из любой чрезвычайной ситуации. У нас прошли обучение 5000 детей из Гомельской области, регулярно посещают. Они считают это Диснейлендом, в котором они в игровой форме проходят обучение. Это нестандартные уроки ОБЖ, где именно сами могут и попробовать, и пройти через дым, и научиться оказывать медицинскую помощь. Для них это очень интересно. Главным результатом 12-го Гомельского международного экономического форума стало подписание 14 документов на сумму почти 300 миллионов долларов. Это протоколы о намерениях по реализации инвестиционных проектов на территории Гомельского региона. В том числе два инвестиционных договора – организация производства кондитерских изделий и строительство медицинского лечебно-диагностического и реабилитационного центра с детским кафе. Создана команда врачей, серьезных врачей, профессионалов, компетентных за долгие годы, в том числе и доктора, наукопрофессора. И, соответственно, уже давно была идея создания такого крупного центра. Сейчас мы при поддержке, скажем так, руководителей региона пришли к тому, что да, наверное, пора. Также на пленарной части форума было подписано соглашение между Гомельским областполкомом и правительством Брянской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, гуманитарной и культурной сферах. Мы сегодня договоримся о том, чтобы на наших мощностях, на Брян-Сильмаши, дополнить линейку выпуска средственной техники, которую сегодня производит Республика Беларусь, и которая должна сегодня, и сегодня востребована на нашей Брянской земле, не только на Брянской земле, а на всей территории России. Украинская компания «Плазма-Тек» создаст в Рогачеве производство изделий из гранита. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Амельчук. Общая сумма, которая понадобится для ввода предприятия в строй, составит около 2 миллионов долларов. Светлогорский завод сварочных электродов – это предприятие номер один на рынке Республики Беларусь. Это предприятие, которое владеет дистрибьюторской сеткой Российской Федерации. У нас целая сеть складов есть. Визитной карточкой Гомельской области и признанной площадкой для международного экономического сотрудничества называют сегодня Гомельский международный экономический форум. В своей многолетней истории он прошел путь от события приграничного значения до уровня масштабного мероприятия. Сегодня на Гомельщину едут, ею интересуются, ее уже успели открыть для себя и полюбить. Впечатления совершенно положительные и по содержанию форума видно возможности сотрудничества в тех областях, которые реально, допустим, развиты в Ко-Франции, в регионе Клемон-Феррана, в Аверни. Это выращивание скота и угодий для кормления скота. Мэр Клемон-Феррана, Оливье Бянки, пригласил мэра города Гомеля прибыть на международный форум. Белорусская земля становится благоприятной почвой для реализации многих инвестиционных планов. Если предыдущие экономические форумы больше носили ознакомительно-познавательный характер, то в настоящее время в Гомельской области зарегистрировано более 300 иностранных предприятий из 46 стран мира. Общий объем инвестиций оценивается в 4 миллиарда долларов. Все это позволило Гомельщине выйти на первое место в республике по привлечению иностранного капитала.